И именно сегодня я особенным образом хотел бы, чтобы не мое, не мои размышления, мысли какие-то, но Весть Божия была донесена до каждого из нас. Тридцать, вернее, двадцать три человека здесь и тридцать два места нас наблюдают, или тридцать одно, нас наблюдают в онлайн-пространстве. То есть нас вместе пятьдесят пять, хотя там, где смотрят нас на местах, там, скорее всего, где-то есть два-три человека. Слава Богу, что мы можем объединяться вместе для того, чтобы слушать, что скажет нам Бог. Вы видите уже название, не свойственное мне, название или тема, который я, наверное, никогда эту тему не поднимал в своих проповедях за все время, а сколько я совершаю служение, я болен, нужен доктор. Вообще, на Ваш взгляд, вот если бы сегодня звучал вопрос Вам. Ты здоров? Есть? Здоровые? Да, есть и такая мудрость. Моя мама здорова, ну что, ее не заставить пойти к доктору, как бы ни проходила, как бы ни проходила ее жизнь, день и ночь. Она последний раз, наверное, была у доктора, когда последнего брата родила, вот, наверное, с шестого. Ему уже сорок с лишним. Никак. А вообще, здоровье, здоровье, Ваша точка зрения, какое бы Вы дали определение, что такое здоровье? Особенности те, которые подняли руку, что они здоровы, точнее, хорошее самочувствие, еще, настроение хорошее, бодрость духа. Я перевожу, потому что микрофона нет. Это в состоянии, скажем, и морально, и эмоционально, как Вас зависит? Слушай, сказал мне. Да, я просто думал о той формировке, которую я нашел. ВОЗ тут предлагает, Всемирная организация здоровья. Вот, и брат Анатолий уже частично озвучил. Можно я прочитаю? Как ВОЗ определяет состояние здоровья, или здоровье как таковое? Вот как звучит формулировка. Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствия болезней или физических дефектов. Вот это преамбула, или вступление записано к уставу, или в начале устава Всемирной организации здравоохранения, и она была принята на Международной конференции здравоохранения в Нью-Йорке 22 июля 1946 года. Было представительство 61 страны, и вступил этот закон или этот устав в силу 7 апреля 1948 года. И с этого момента вот это определение не менялось. То есть это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствия болезней или физических дефектов. Но психологи и борцы за здоровье рассматривают здоровье не как статичное состояние. То есть это не просто вот зафиксировали здоровь, но они определяют это состояние как... Есть еще одна интересная формулировка. Это уже не ВОЗ. Здоровье – это респонсорно-адаптивная реакция организма на раздражение или изменение и стресс. Расшифрую. Респонсорно – это респонс, да, ответ. Это ответная реакция или адаптация организма к раздражителям. Вот что-то происходит – реакция организма. И тут же приспособление. Тронул я на этой неделе горячую чашку из микроволновки. Решил проверить, работает микроволновка или нет. В начале она минуту грелась и была еле-еле тепленькая. Я поменял магнетрон, поставил чашку и на 30 секунд. И взял так уверенно левой рукой за ручку. И хорошо, что умывальник был рядышком, я быстренько опустил. Но когда приехал домой – волдырь. Реакция. Рука дернулась сразу. Жгло, болело. Потом боль прекратилась. Нормализация. Все адаптировался. И так происходит не только на физические раздражители. Кто-то нам что-то сказал. Мы тут же вскипели. А потом раз кто-то из наших близких погладил нас по спине, по плечу похлопал. Или по еще по какому-то месту. Мы раз – ресет, контрольный борт. Перегрузился. Все, мы вернулись в нормальное статичное положение. Хотя там сердце еще немножко бьется. Но мы, раз прошло, немножко адаптировались. Так вот, еще одна формулировка очень интересная. Наверное, это уже из области юмора. Здоровый человек – это тот, у которого болит, но каждый день в разных местах. То есть, у него болит в одном месте, и тут же организм быстренько справился, отпустило. Но теперь уже во втором месте. Теперь организм борется с тем. В общем, как сказал один человек, после того, как Ева сорвала и дала Адаму, здоровых людей нет. На сто процентов. Хотя я бы вместе с братом Анатолием поднял руку и сказал, я тоже здоров. Временами, местами. Но я тоже здоров. И, да, иногда психолог говорит пациенту, может быть, даже вы слышали такое, вам нужно выйти из зоны комфорта. Нужен переезд куда-то, сменить работу нужно, локацию, страну поменять, город поменять. Что-нибудь поменять, чтобы жизнь начала кипеть, чтобы вы почувствовали дискомфорт. Вот почему Бог сказал Аврааму, а ты оставь и иди. Что это было? Выведение Авраама из зоны комфорта, с насиженного места. Бог хотел, чтобы Авраам, вот те рычаги, которые у него были, вот то насиженное. Хотя, не думая, что у Авраама была спокойная жизнь при таком количестве богатства, слуг, стада, имение, все остальное. Я не думаю, что это была такая предельно спокойная, беззаботная жизнь. Но, тем не менее, судя по всему, у Авраама чего-то все-таки, наверное, не с физическим и не с психологическим, а с духовным здоровьем. Бог что-то хотел внести, какую-то корректировку в его жизнь. И когда психолог говорит, тебе нужно выйти из зоны комфорта, нужно что-то поменять в жизни. И, наверное, это нужно для того, чтобы включились какие-то дополнительные ресурсы организма, нашей сущности. И мы начали думать, мыслить, действовать, налаживать новые связи, новые какие-то вопросы в жизни. Хотя иногда, надо сказать по правде, психологи и врачи говорят наоборот. Хватит нервничать, туда ходить не надо, это есть не надо, это слушать не надо, надо успокоиться, меньше стресса, меньше дискомфорта, меньше конфликтов, меньше всего. Почему? Потому что от этого зависит здоровье. Врач или психолог увидели, что психологическое состояние пациента, больного или человека, оно очень-очень такое шаткое. Его эмоциональный мир очень подвержен стрессовым каким-то ситуациям. И тогда врач говорит, что нужен контроль. И человек в действительности начинает контролировать себя в еде, в нагрузках, в работе, в развлечениях. Почему? Потому что он понимает, от этого зависит моя жизнь. Но иногда он контролировать себя не может. Что происходит тогда? Что происходит, когда человек не может контролировать то, что происходит в его жизни? Что начинает делать родные? Начинает контролировать его родные. Еду не покупают, потому что возьмет. Говорит, для этого ночью есть лампочка в холодильнике, чтобы открыть ночью и съесть. Телефонные звонки фильтруют, какие-то каналы не включают, удаляют какие-то приложения. Почему? Потому что прекрасно понимают, что эти раздражители или, как говорят сегодня психологи, триггеры, какие-то точки, которые могут вывести из равновесия и подвергнуть здоровью, вернее, здоровью человека могут подвергнуть большой опасности. То есть физиология и физическое состояние человека напрямую зависит и от психологии или от психики. И Библия на самом деле провозглашает тоже этот постулат и очень уверенно говорит, «Экклесиаст» в книге-притче 17 главе 22 стихе мы читаем «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Поэтому надо думать о том, как физиология влияет на психику и как психика влияет на физику, на физиологию. Это несомненные такие бесспорные вещи. Но и врачи физиологии, и врачи-физиотерапевты или психологи, они очень часто, к сожалению, упускают, забывают еще одну взаимосвязь. Взаимосвязь здоровья с духом или с духовностью. Точнее, взаимосвязь человека с подаятелем духовности, с Богом. А именно это порой является таким очень важным, ключевым составляющим моментом. Потому что очень часто человек, не верующий в Бога или не имеющий уверенности в Боге, попав в какую-то затруднительную ситуацию, увядает, теряет самообладание, теряет уверенность, теряет из виду завтрашний день, не говоря уже о том, что сегодня он не видит никакого проблеска ни в сегодняшнем, ни в завтрашнем дне. Но самые безысходные моменты или самые бесперспективные моменты или состояние человека с Богом, они воспринимаются совершенно по-другому. Даже умирающий уже на последней стадии человек, но имеющий уверенность в Боге, он уходит совершенно по-другому. И это очень важный момент. Не говоря уже о том, что очень часто, уже находясь в безысходном положении или состоянии, человек, пришедший к Богу, находит где-то опору, находит почву под ногами, и смотришь – ожил, окреп. Казалось бы, уже начали прощаться, а еще 20-30 лет хорошей полноценной жизни. Не зря Пророк Исаия в 26 главе в 3 стихе пишет. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». В одном из новых переводов вот это слово «на тебя уповает он» используется или пишется, используется слово «ибо тебе верит он» или «в тебе уверен он». То есть твердый духом человек именно поэтому имеет уверенность, потому что он знает, в кого он верит, он знает, за кем он идет, он знает, с кем он идет вперед и дальше. Прошлое воскресенье несколько братьев мы встретились с братом, который был у нас на новогоднем вечере. Помните, представился, зовут его Роберт, он представился и немножко рассказал о его капелланском служении здесь и в Украине. По зуму он преподает. Так вот, мы с братьями встретились с ним в воскресенье на базе ветеранов войны. Это Вилшир Блевар и 405-й фривей. Вот там располагается вот эта база. Огромнейшая, кстати, в Соединенных Штатах Америки, одна из самых больших, самых мощных учебных центров, там капелланская, и тысячи ветеранов, которые были и участвовали в разных войнах. От вьетнамской, Кувейт, Ирак, Иран и современные, совершенно молодые ребята, моложе меня, есть по возрасту, но кто-то на коляске, кто-то смеется постоянно по любому поводу. В общем, война никогда не уходит бесследно из жизни человека. Она всегда оставляет свой, к сожалению, печальный след. И вот там, на этой встрече, когда Брюс проводил духовную такую, духовную часть, он поднял вопрос о первом воскресенье, втором воскресенье, о судьбе умерших и о том, как же быть тем, которые неслабо нагрешили в этой жизни, а нагрешил из нас каждый. Один из присутствующих нас было где-то 14-15 человек, мы сидели не в кругу, а вот так вот по периметру квадратной такой комнаты. Я сидел вот в одном углу, я так видел, два ряда видел так боком, а два ряда видел лицом. И вот с левой стороны от меня, я даже не сразу услышал его речь, но потом прислушался, и он так очень-очень подавленно сказал, «Но ведь, убивая людей, я выполнял свою работу. Как мне быть? Как мне жить с этим? Как я могу надеяться на Бога, что я воскресну в первом воскресении, если в первом воскресении воскреснут только те, которые приняли волю Божию, которые исповедовались, которые были святы? К сожалению, то, что я натворил в прошлой жизни, хотя я выполнял свою работу, как бы мне подсказывает, что моя участь как раз во втором воскресении с теми, которые будут воскрешены для того, чтобы быть уничтоженными вместе с сатаной навсегда? Да. Ну и тогда Роберт сказал, что, но ведь об этом как раз в Священной Писании говорит, что нам просто нужно, что бы мы ни сделали в нашей жизни, прийти и сказать, Господи, по-любому, осознанно или неосознанно, работа ли это или какая-то слабость, но я это все полагаю к ногам Твоим, и я принимаю Твои заслуги, спасительные заслуги Иисуса Христа, и быть в мире с Богом, и тогда мы можем спокойно надеяться на участие в воскресении первом. Знаете, его лицо сразу просветлело, потому что духовное состояние, оно напрямую влияет на наше психологическое состояние, а психологическое состояние напрямую, чуть позже, будет влиять на физиологическое состояние, физическое состояние. Вы знаете, размышляя над тем, как мы реагируем на весть Божью, а ведь мы с вами каждый день, те, кто с детства или те, кто попозже, встречаемся и сталкиваемся с вестью Божией, обращенной к нам. И не там, так здесь, каждый день нашей жизни, каждый час, может быть, каждую минуту иногда, или же секунду, Бог обращает наше внимание на вещи, которые мы делаем в жизни неправильно. Должно было бы по-другому. Как мы реагируем на эти вещи? Пытаемся мы принимать и изменяться, или мы говорим, жизнь впереди. Я сейчас здоров, ну а как там, где-нибудь на ложе, дай Бог успею примириться и что-то решить в своей жизни. Я хочу предложить вам дальше два отрывка. Один буквально очень коротенький. Как реагировал на весть Божью Отец? А потом отрывок гораздо больше, но я надеюсь, что... Егор, спасибо большое, он сегодня высвечивает слайды, будет высвечивать эти слайды. А чтобы мне не поворачиваться, я этот отрывок переписал себе уже на листок бумаги. Реакция на весть Божью Сына. Первый отрывок – это реакция Иосии, который был восьми лет от роду, когда встал на престол. И вот когда он восемнадцать лет был уже у престола, как говорит Священное Писание, ему принесли свиток. Итак, четвертая книга царств, двадцать вторая глава, десятый и одиннадцатый стих. «И донес Шафан, писец царю, говоря, «Книгу дал мне Хелкий священник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои». Помните, что было потом? Он приказал, народ собрался, и он принародно читал весть Божию, обрещенную к спасению народа Божьего. И, кстати говоря, мы знаем, что именно в этот момент Бог объявляет немножко непонятный для меня момент, как и многие другие, о которых я очень хотел бы узнать. «Дай Бог в вечности узнаю». Когда он выполнял, вернее, когда предки нарушали заповеди Божьи, Бог им не посылает никакого суда. Когда этот выполняет все честно, правильно, он говорит, «Узнали, а вот теперь вы будете наказаны». Правда, Бог говорит, но тебя-то из-за того, что ты вернулся и вернул святое отношение к имени моему, к Скинии, к храму и ко всему остальному святому. В твое время я не наведу, но после тебя я все-таки наведу это бедствие на народ мой. Вот интересно, что Четвертая книга царств не повествует вот этих деталей о сыне. Но пророк Иеремия в 36 главе очень подробно рассказывает о царствовании Яакима, сына Иосии. И то, как Яаким действовал. Вот сейчас будет большой отрывок пророк Иеремия, 36 глава, с 9 по 24 стихи. Есть, да? В пятый год Яакима, сына Иосии, царя Иудейского, в 9 месяце объявили пост перед лицем Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал ворух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем, в комнате гемарии сына сафатого писца на верхнем дворе ухода в новые ворота дома Господня вслух всего народа. «Михей, сын гемарии, сын сафанов, слышал слова Господни, написанные в свитке. И сошел в дом царя, в комнату царского писца, и вот там сидели все князья. И Лисам, царский писец, и Дилая, сын Симая, и Элифан, сын Ахбора, и Гемария, сын сафанов, и Сидекия, сын Ананий, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда ворух читал свиток вслух народа. «Тогда все князья послали к воруху, и Егидуя, и Егудия, сына Нафании, сына... Короче, все вот эти вот имена, не будем коверкать. И сказали ему, свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди. И взял ворух, сын Нирии, свиток в руку свою и пришел к ним. То есть от народа забрали и принесли к царю. И сказали ему, сядь и прочитай нам вслух. И прочитал ворух вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали воруху, мы непременно перескажем все сии слова царю. И спросили воруха, скажи же нам, как ты написал все слова сии из уст его? И сказал им воруху, он произносил мне устами своими все слова сии, а я чернилами писал их в этот свиток. Тогда сказали князья воруху, пойди, скройся ты и Еремия, чтобы никто не знал, где вы. И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Иллисама, царского писца, и пересказали вслух царя все слова сии. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял из комнаты Иллисама царского писца и читал его Иегудии вслух царя и вслух всех князей, стоящих подле царя. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитал три или четыре столбца, царь отрезал их писцовым ножичком и бросал на огонь в жаровню, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих, ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. Читаю, и немножко страшно, и слово «немножко», наверное, здесь не совсем подходит. И в одном, и в другом случае была весть, обращенная к народу. И в одном, и в другом случае кто-то нашел, отыскал и передал царю. В одном случае царь, отец, раздирает одежды свои, призывает весь народ к покаянию, к чтению, к размышлению, к исповеданию и налаживанию отношений с Богом, с тем, который дает духовный мир, упрощает психологический мир и порядок и укрепляет физический мир. В другом случае сын, царь, как рядышком от одного до другого поколения, как разница реакция отца и сына, и тот, и тот царь, и тот, и тот слышит весь Божью. Но там, где один раздирает одежду свою, и этим, наверное, демонстрирует разрыв своего сердца, он сокрушает, раздирает сердце свое, в другом случае мы видим жестокое, жесткое, грубое несмирение. И говорит, подчеркивает даже здесь пророк Еремия, не убоялись и не разодрали одежды своих. А ведь от этого зависит, друзья, болен я или не болен. Осознаю я свою нужду в докторе, в небесном докторе или не осознаю? От этого зависит реакция моей сущности. Точнее, то, как я общаюсь с Богом, то, как я принимаю или не принимаю весть от Него, влияет на то, каким будет мое состояние, каким будет мое здоровье. Потому что Священное Писание говорит, что мы – дух, душа и тело – это одно все. Знаете, у некоторых болезней есть симптомы с самого начала. Даже иногда бывает, мы еще не заболели, но начинаем чувствовать какие-то… Мы чувствуем, что-то не то. Где-то чувствуешь, что-то начинает болеть, а нет, может, через 2-3 дня – гоп, выскочило. То есть, есть иногда симптомы, мы предчувствуем, а потом уже начинает развиваться болезнь. Но зачастую, когда симптомы уже начинают проявляться, бывает уже очень и очень поздно. И не зря врачи говорят, лучше посетить врача и узнать о болезни, чем заболеть и потом посетить врача. Лучше предупредить болезнь, чем пойти и лечить ее. Наверное, то же самое происходит и с духовными вопросами. Кстати, вспомнил еще одну такую полушутливую формулировку о шизофрении. Автор этого высказывания утверждает, что парадокс шизофрении в том, что когда она к вам придет, вы сами этого уже не заметите. Скорее всего, это заметят уже другие. Так вот, с духовными болезнями очень часто происходит именно так, что кто-то уже начинает замечать, что нас почему-то не тянет открывать Священное Писание. Нас не тянет молиться. Иногда мы можем с легкостью пропустить место и день богослужения. Так легче, так проще, ни за что не отвечать. Но мы сами того не осознаем, что духовная шизофрения начинает наступать нам на пятки. Как-то, учась в семинарии, это был или 91-й, 93-й, 92-й год, вот где-то в то время, мы с хором ездили на рождественские праздники в тюрьмы. Брат Лебенко договаривался в этих тюрьмах, и мы приезжали, пели этот концерт. И Евгений Владимирович Зайцев проводил духовную часть. Я не помню точно, где, в каком городе происходило это дело. Или Олексино, или Пущино, или Протвиной. Где-то там Новомосковск. В общем, где-то возле Заокска. Мы недолго ездили, то есть это был там 30 минут, час езды. Мы проводили концерт и возвращались к студенческой жизни. И вот в один из таких концертов, после таких концертов, мы уже вышли за ворота. И с той стороны к сетке подошел такой, знаете, жесткого, грубого телосложения мужчина и обратился к Евгению Владимировичу Зайцеву. И говорит, святой отец, можно вас на минутку? Евгений Владимирович остановился, вернулся к, там, несколько сеток, кто бывал около этих мест или в тех местах. Несколько сеток, несколько полос разделяющих. И он оттуда кричит. Подумаешь, два трупа на мне. Но я вершил праведный суд. Те, кто отнимали у других, ну, переусердствовал я, не отобрал, а получилось убить. Но я занимался святым делом. Как Бог к этому отнесется? Я помню этот вызов, который он кинул не только человеку, но и, казалось, он хотел перед небом озвучить этот вызов. Подумаешь, я же занимался праведным делом. Я помню, как это всех нас кинуло в такой жар, хотя было холодно на улице. Сложно ответить такому человеку. Но для него, похоже, святого ничего не остается. Он даже не понимает... Помните, ведь это не просто, скажем, отдельная история. Помните фильм «Берегись автомобиля»? Чем занимался деточкин? Он угонял машины у нечестных людей. Продавал их и отдавал в детские дома. Простите, может быть, я ушел немножко в другую сторону и далеко, но это одна из ярких показателей духовной шизофрении, когда человек уже не понимает. Бог ему хочет достучаться. Ты уничтожаешь жизнь. Ты уничтожаешь святое. Ты нарушаешь принципы, данные, чтобы человек жил свято и счастливо на этой земле. Но когда человек не видит разницы между добром и злом, для него все равно, что бабочку, что человека, что отобрать, что украсть, что убить. В прошлую субботу брат Анатолий прочитал этот отрывок. Я хотел обратить еще раз на него внимание. Книга «Откровения», 3 глава, 17 стих. «Ибо ты говоришь, я упускаю, но не знаешь дальше, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Ты считаешь, что у тебя все окей, что у тебя все нормально. Но на самом деле, наверное, не все в порядке. А ведь нормально. Простите, брат Анатолий, я сегодня цитирую ваши слова, ваши обороты. Во время молитвы нам сказали, что «А нормально без Бога быть не может». Не может быть нормально без Бога. Я во время молитвы взял и записал, чтобы не упустить эту мысль. Нам кажется, что нормально, мы живем нормально на этой земле, мы не трогаем, мы не приступаем. Но без Бога нормально, в принципе, быть не может. Потому что если здесь нам кажется хорошо, с другой стороны будет очень плохо. Твердого Духа ты хранишь в совершенном мире. Прочитали мы уже этот отрывок. И апостол Павел, я хотел бы еще раз суммировать эту мысль в первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, в 23 стихе говорит, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, ваш дух и душу и тело, во всей целости да сохранится без порока». Вот именно этого хочет Господь Бог наш. Дорогие друзья, мы Новый год только начинаем, и, наверное, еще 2-3 субботы, кто будет начинать и выходить, совершать какое-то служение, первый раз выйдя за кафедру, будет поздравлять вас с Новым годом. Я хочу сказать, что, конечно же, каждый день, слава Богу, что мы начинаем и заканчиваем, но я желаю, чтобы каждый из нас был здоров. Если и будем мы болеть, то только лишь для того, чтобы мы чувствовали нашу зависимость от того, кто может вылечить и духовно, и психологически, и физически. Помолимся. Дорогой наш любящий Отец, отдавший жизнь за нас Иисус Христос, и Дух Святой, который все еще продолжает работать над сердцем каждого из нас, над нашим разумом, над нашей психикой и над нашей физиологией. Мы прекрасно понимаем, Господи, что даже мы, которые чувствуем, в принципе, нормальное состояние нашего организма и легкую такую адаптивность на какие-то раздражители, на то, когда мы ударим по пальцу или что-то потеряем, ты восстанавливаешь все. И мы хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты восстанавливаешь нашу целостность. И вместе с тем, Господи, мы хотим еще раз засвидетельствовать Тебе о том, что мы так хотим, не терять Тебе никогда из виду, хорошо нам или плохо. Особенности тогда, когда плохо, Господи. Потому что это ключ к тому, как восстановить наше состояние. И вместе с тем, Господи, также особенно хотим просить, чтобы Ты был с нами, когда нам хорошо. Потому что тогда, когда нам хорошо, нам не хочется никому идти, нам не хочется напрягаться, нам не хочется приходить к Тебе, а тогда нас ждет очень большая опасность – упасть. Впрочем, хорошо нам или плохо, Господи, мы просим Тебя о том, чтобы Ты продолжал нас держать близко к себе, восстанавливать наш духовно, психологически и физиологически. Потому что мы в Тебе уверены, и на Тебя мы надеемся. А Ты в этом будь прославлен и возвеличен, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.